Десятки сильнейших бойцов региона по ММА в эти выходные боролись за право представлять Кузбасс на всероссийских соревнованиях. Ленинск-Кузнецкий уже в четвертый раз принимает столь масштабные соревнования. Бои ММА проходят в профессиональном октагоне. Эта специальная площадка похожа на клетку восьмиугольной формы. Она сделана по мировым стандартам и соответствует всем мировым требованиям. Ленинск-Кузнецкий стал такой своего рода центром развития этого вида спорта у нас в Кузбассе. Не первый раз, я надеюсь, не последний раз и не только такого уровня у нас соревнования проходят по ММА. У нас достаточно получил большую популярность кубок главы по смешанному боевому единоборству. Победитель первого боя Рамис Закиров, представитель Кемеровского клуба смешанных единоборств «Гладиатор» целый год усиленно вел подготовку к чемпионату. Его тренер Ахун Карибов проводил тренировки по 2 часа 6 раз в неделю. Дополнительно Рамис соблюдает особую диету, ведет здоровый спортивный образ жизни. В течение года мы шли к этому. Это первый бой был. Сложный был бой, но мы прошли это. Я себя чувствую немного уставшим, так как соперник был очень крепким. Спасибо ему. Уважение к сопернику. Надо идти до конца. Надо идти до конца уже. Вместе с бойцами в октагоне находится рефери. Это гарант, который обязуется обеспечивать безопасность и законность, проводимые в клетке боев. Остальные судьи располагаются по краям восьмиугольной арены. Они оценивают техничность спортсмена, количество наносимых ударов, контроль и многие другие моменты. Сужу многократно у вас здесь поединки на соревнованиях. Но в первую очередь оценивается все-таки доминация, желание победить. Именно по правилам Союза ММА России. Но в приоритете все-таки не балла. В приоритете картина боя. То есть если видно, что боец выигрывает, то дается ему победа. Я ожидаю, что победят сильнейшие. А самое главное, чтобы у них было здоровье сохранено. Около 200 спортсменов с разных уголков Сибири приняли участие в соревнованиях. По итогам чемпионата среди мужчин и первенства Кемеровской области, среди юношей были выявлены лучшие спортсмены. Им вручены грамоты и медали. Кроме того, из победителей этих стартов будет сформирована сборная команда Кузбасса на всероссийские соревнования по ММА. Ирина Беляева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.